Здравствуйте, друзья! Мы сегодня записываем видео вместе с таким замечательным человеком, как Миша, который ведет свой канал для начинающих художников. И у нас было две темы. Тема рисования от пятна и тема рисования от линии. И поэтому есть упражнения, которые выполняют все начинающие художники для того, чтобы понять, как закладывается движение в фигуре, движение в наброске. Это такая простая тема упражнения. И вот как она выглядит. Вы берете модель, и если модель перед вами стоит, то ваша задача угадать некое пластичное движение этой модели. Что вы делаете? Вы легко одной линии, намечаете движение... Ух ты, у меня не тот карандаш. Вот. Вы отмечаете... Сейчас мы его найдем. Вот он. Итак, что вы делаете? Вы отмечаете верхнюю точку, которая будет, и отмечаете общее движение фигуры через ту пластиковую конечности, которую вы видите. То есть, вы отметили сразу линию, поставили ход, поставили край. Вот это и есть тот линейный знак, на который будет нанизываться вся структура вашего наброска. Как только вы это сделали, и у вас появилась связь основных пропорций, потому что обычно именно в них человек путается, и поэтому нужна вот такая подсказка. Этой линии никоим образом не будет мешать всему рисунку. Дальше вы начинаете делать следующее. Вы ориентируясь теперь на эти части, выбираете эту точку, которая вам нравится, и теперь уже рисуете полноценный силуэт, как вы видите. Потому что в наброске нельзя рисовать долго, набросок делается очень быстро, поэтому вы сразу выстраиваете те линии, которые будут финальными. И построив линию раз, выходите на край. Тут вы можете двигаться в любом направлении, как вам нравится. Самое главное, чтобы вы чувствовали вот ту пластику линии, которые выстроены. Итак, вот у нас пришла линия раз-два, пришла линия раз-два, уходит край. Поворот. Возвращаемся. Да, женская модель в данном случае подходит для такого задания лучше, потому что в женской модели пластичности больше, чем в мужской, и поэтому наброски предпочитают делать именно с женской моделью. Какие-то непопадания или неточности в данном случае в наброске никоим образом не должны вас останавливать, потому что это нормально, что в наброске присутствует какая-то неточности. Он на то и набросок, чтобы быть более свободным. Тут самое главное удержать сам характер движения модели. Вот через такую систему линейного действия вы сразу поставили основной характер движения фигуры здесь, основной характер движения здесь. Из-за этого точно держится сразу дальнейшая линия. Вот это упражнение нарисование от линии, оно, я не знаю, еще одно. То есть, то предыдущее было от пятна, а это от линии. Вот оно выполняется примерно таким образом, и их можно делать очень много. Но ни в коем случае не делайте так, что вы, пользуясь фотошопом, теперь начнете перестраивать его. Нет, вы прям берете, и если вам нужно сделать снова, это новый лист, новая линия, опять движения, и повторяете снова. Прям раз, край, одно движение. Сразу. Раз, край, второе движение. Выстроили. Зацепили. Это действие, которое должно быть выполнено за один прием. Ни в коем случае не исправляйте. Это будет очень точно формировать систему вашего мышления и точности вашего глаза. Пришли снова, повторили. Край. Еще раз. И еще раз. Повторяете. Хотите еще раз? И еще раз двигаете. Еще раз. Построили. И еще раз. Выполнили. Ту же самую процедуру. Чтобы легко ориентироваться внутри этой структуры. Вот примерно такое упражнение выполняется очень быстро. Это буквально 1-2-3 минуты. Насколько вы быстро успеете это сделать. Существует такое понятие, как рисование от пятна. И для того, чтобы научиться чувствовать пропорции, обычно, когда вы рисуете модель, будем считать, что у вас есть модель, а в данном случае у нас будет вот так, вы берете тушь, а в нашем случае это фотошоп, и заливаете серым тоном ту форму, которую вы видите. То есть, вот здесь у нас будет голова, здесь рука, здесь у нас будет бедро, как мы видим на фотографии, может быть. Вот. Вот такое пространство. И это позволяет нам научиться видеть отношения одного объема и другого объема в контексте общего силуэта. Вот у нас получилось вот такое пятно. Как только это пятно построено, ну, то есть, получилось, обычно это на бумаге тушью заливается, такое пятно, оно подсыхает. В этот момент вы берете перо, тушь, и начинаете, когда это пятно подсыхает, или еще не подсохло, тут, в общем, там определенное мастерство есть, вот, начинаете выстраивать уже модель, как вы видите. И вот так это и будет происходить в нашем случае. То есть, теперь мы уже знаем пропорции головы, теперь мы уже знаем пропорции плеча, мы понимаем, где они будут. И это позволяет нам очень точно ориентироваться, не сбиваясь на неточности пропорций. То есть, очень удобный способ выполнить пятно и по нему отрисовывать модель. Этот метод, этот метод в дальнейшем используют почти все художники, потому что без него очень сложно ориентироваться по модели. И он позволяет постоянно контролировать правильность пропорции, потому что одновременно держать и видеть все пропорции практически невозможно. Это очень сложный метод. Поэтому, натренировав себя на вот такую систему мышления, через вот такое пятно, у вас появляется возможность сделать очень быстрый набросок в определенном режиме, временном режиме. Вот такую вот систему наброска. И как только вы понимаете, что пятно не совпадает с какой-то частью... Это не страшно, потому что оно создает некую определенную прелесть вот в этом несовпадении, в этом изменении поиски формы. Вот примерно такое упражнение выполняется, чтобы получился правильный набросок. Так как в фотошопе у вас есть возможность подчистить, подровнять, вы можете также взять еще как будто бы это тушь и доложить теперь в тех местах, которые темные, еще тянем. Сейчас я попробую это сделать еще разочек. Доложить темного тона в тех местах, где выходят темные структуры. Вот примерно такое упражнение выполняется для того, чтобы быстро изучить пропорции или научиться их чувствовать. Сейчас мы смотрим вторую часть от Миши, где она выполняет то же задание и посмотрим, как это здорово у нее получается. Всем привет! Честно говоря, я никогда не делала это упражнение с рисованием фигуры человека от пятна. Как-то не доводилось. Так что сегодня мой первый раз. При этом я часто рисую от пятна, но по-другому. Я не использую линию в рисовании от пятна, потому что я не люблю работать с линией в принципе. Мне дается это довольно сложно. Свой метод рисования от пятна я покажу чуть позже. Конечно, круто и нужно уметь работать и с тем, и с другим. И это в принципе очень разные подходы к рисованию для решения абсолютно разных задач. Но мне кажется, у всех людей, у всех художников, как будто художники не люди, у всех людей есть предрасположенность больше к чему-то одному. Это интересная тема на самом деле, потому что мне кажется, это какая-то особенность мозга, особенность мышления, особенность восприятия. Кто-то видит мир пятнами, кто-то линиями изначально. И научиться перестраиваться и научиться видеть по-другому бывает иногда сложно. Это что-то вроде деления на графиковых живописцев. Вот сейчас я начинаю рисовать ту же фигуру, но более привычным для себя способом, без линии. Я просто беру тон посветлее и намечаю основные световые пятна, потом самые темные места и так постепенно продолжаю вылепливать объем. Я думаю, подобное упражнение тоже имеет место быть, просто оно развивает немного другие навыки. То есть тут уже больше речи не про пропорции, а скорее про какой-то объем, про светотень, про понимание формы и в целом развитие навыка работать от пятна. Я лучше ориентируюсь в пятнах и какое-то время назад мне прям было очень больно и сложно работать с линией. Сейчас чуть получше стало. Но когда я рисую свои личные работы, я до сих пор обычно начинаю их от пятна. Это чем-то похоже на ту же живопись, когда рисуют кроющими красками, тем же маслом, обычно не делают какой-то детальный карандашный набросок, а сразу начинают с водмалевка большими пятнами основные какие-то массы закладывать и потом постепенно их уже уточнять. Это мой любимый подход к рисованию. Даже рисуя на компьютере, где, казалось бы, есть куча слоев и возможностей, я обычно рисую все равно все на одном слое от пятна. Потому что мне так проще, я так проще воспринимаю картинку, в пятнах я вижу объем, я вижу пропорции, я вижу тон, в линиях я не вижу ничего. Но, к сожалению или к счастью, совсем без линии жить не получается, потому что эти подходы к рисованию, они абсолютно разные. И там и там есть свои плюсы и свои минусы. То есть это вещи невзаимозаменяемые. В идеале нужно уметь и то и другое. И иногда есть такие задачи, особенно на работе, которые невозможно или очень сложно решить пятном. То же движение, пластику тела, ее действительно проще поймать линией. Как итог, оба способы по-своему хороши и их однозначно стоит попробовать, как минимум, чтобы определить, какой подход ближе конкретно вам. Такие вот штуки сегодня у меня получились. Было интересно попробовать совмещать пятно с линией. Это что-то новенькое для меня. Вроде получилось неплохо. Вот, друзья, удачи вам в практике. Постарайтесь выполнять такие упражнения почаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok